Ха! Что это получается? Морозно, холодно, но куда деваться? Когда морозно и холодно, ваш автомобиль просто перестает заводиться. Перестает заводиться почему? Да потому что у вас, извините, никакой аккумулятор. Потому что, поверьте мне, даже на новых машинах, которые вышли с завода, аккумулятор служит два года. Это уж нормальное правило. И теперь, и сегодня, и сейчас я тоже не хочу даже париться, потому что два года прошло, и я пошел, купил себе замечательный аккумулятор. Но аккумулятора в городе много, да? Но самые дешевые цены располагаются прямо за моей спиной. Аккумулятор первый шинный, мостовой проезд номер один. При повороте, получается, в сторону Белорецка вы мимо него не проедете. Приезжаете сюда, покупаете самый дешевый, самый качественный аккумулятор. А старый здесь свой сдаете? Ну вот давайте. Вы купили машину. И что такое машина? Это, по сути, отработка ваших денег. Машинка выедает ваш бензин, топливо, масло, антифриз и тормозуху. А еще она также кушает и аккумуляторы. То есть, вам понять нужно, машина это и перевозчик, и затраты. В 70% иномарок, когда зимой начинается маслание, виноват не бензин. Виноват аккумулятор. А в остальном, бензин и дивные свечки. Ну, для новых-то ладно, до сотни тем более. Но все равно, вы в большей мере на это можете попасться. А что это такое? Ну, во-первых, автомобиль сейчас это кладезь утечек. Хотите, чтобы утекло быстро? Включайте музыку и замаслайте быстрее. И мы вам не говорим про то, какую машину вы купите. Что мы привезли на обслуживание старые аккумуляторы в Варту. Проверили здесь их, в общем-то. И оказалось, что один замкнутый, второй уже не держит ту емкость. Предложили приобрести вот тюменские аккумуляторы. То есть, вы тоже понимаете, какой смысл переплачивать денежные средства, когда можно то же самое купить? Два раза дороже получается тот же Варта. То есть, он стоит порядка 14 тысяч, этот 7 тысяч. Проще такое купить? Да, плюс скидку делают. Порядка тысячи на аккумулятор. И подходят они к любым... Ну, уже эксплуатация покажет, сколько проедет. Дальше посмотрим. У меня тоже такая ситуация была. Я очень много было такое... С дилерами дружил. Они мне рекомендовали поставить себе супер-навороченный аккумулятор. Но супер-навороченный аккумулятор у меня так же недолго проходил, понимаете? Оценники вопроса. Я сейчас просто решил брать дешевую, да, и не парить мозги. Ну, вот как грузоперевозчики, поэтому мы вот несколько раз уже покупали импортные аккумуляторы, но они... Так же два года ходят. Да, так же два года и даже меньше. То есть, как бы невыгодно приобретать. Невыгодно приобретать. Тем более, они не эксплуатируемые, да, они, получается, их не проверишь, там, не сделаешь диагностику. Тот же электролит там не... Вот это тоже. Ну, минус. Если в легковой нет такого эксплуатации, такой, скажем, жесткой, то на грузовых автомобилях она все-таки ежедневная, регулярная, постоянно идет с разрядкой. Здесь, конечно, интересно, чтобы он был обслуживан. И вот результат. И не я вам объяснял. А теперь я вам объясню. Новую машину вы купили, но через два года поменяете аккумулятор. Если машина на пятилетние гарантии, так возьмите любой и поменяйте у дилера. Дилер начнет выступать, так вы его в суд. И у дилера как-то все смажется. Теперь про БУ. Честно, я сомневаюсь, чтобы вы купили БУ автомобиль с новым аккумулятором. И с новой зимней или летней резиной. Ну, возможно, вы купите с зимней и не с новой. Но как с аккумулятором. На базаре машина заводилась, а утром встала. Возникает вопрос сам с собой. Необходима батарея. Но только здесь самые дешевые цены, да и старые вы здесь и продадите. И, конечно, у нас результат такой веселенький. Всем, конечно, хотелось бы заработать старые доллары, но мы не будем об этом говорить. Что же случилось? Да ничего не случилось. Просто наступил холод. А когда холода, у нас что? У нас первым делом вылетают аккумуляторные батареи. Вы можете позволить жителям города Магнитогорска продолжать нормально эксплуатировать свои транспортные средства? И когда у нас холодно? Естественно, мы это можем позволить тем, что, так сказать, даже в связи с ситуацией доллара, цены на импортные аккумуляторы очень сильно подкинулись. И люди немножко шокированы этими ценами. Не забывайте, что российские аккумуляторы также неплохие сейчас. Делаются так, как наши заводы успели закупиться хорошим иностранным оборудованием еще до повышения цен. И делают сейчас на очень хорошем качестве, на их оборудовании, наши хорошие отечественные аккумуляторы. По тем же низким ценам. Они подняли немножко цену, но не так высоко, как те же импортные аккумуляторы. Поэтому я бы посоветовал, что закупаться нашими отечественными, так сказать, поддержать отечественного производителя. А я тем более сейчас еще могу сказать, что да у нас отечественного производителя, ну, того самого отечественного производителя по сути нет. У нас даже все машины, которые мы сейчас производим, это называется иномарки. То есть и мы сейчас начали, оказывается, производить иномарки. Не так долго произошло, до 25 лет. Но тем не менее. То есть мы сейчас не только иномарки делаем. Мы сейчас делаем и замечательную автомобильную резину, и, естественно, аккумуляторы. Естественно, конечно же. Я и говорю, что все почти наши отечественные заводы аккумуляторные на иностранном оборудовании делают очень хорошие аккумуляторы с внутренностями, ничем не отличающимися от иностранного производителя. А теперь немножко вопросик такой. Конечно, понятно, что два года срок гарантии, и дай бог, чтобы это дело прошло. Но непонятен результат, потому что берем импортные аккумуляторы, они также два года, и потом вылетели. Я, конечно, понимаю, что хотелось бы, но что вы можете предложить людям, у которых срок гарантии перешел? Ну, смотрите, действительно, каждая аккумуляторная батарея является так называемым котом-мешке. Она любой цены и производителя может пройти вам 9 лет, а может пройти один год, например, может и меньше у некоторых. Но, так сказать, наша гарантия гарантирует вам, что мы обслуживаем аккумуляторы как в сроке гарантии, так и в постгарантийном обслуживании. То есть прошла ваша гарантия, вы приезжаете к нам, наш мастер оценивает состояние вашей батареи и, если возможно, так называемо реанимирует ее. А еще другой вопрос. Большие аккумуляторы вы сдадите по небольшой цене. Так какой смысл, когда можно взять отечественный аккумулятор, просто у вас его сдать, со скидкой купить новый аккумулятор и продолжать дальше движение? Да, действительно, при сдаче старого аккумулятора вы еще получаете скидку хорошую на новый аккумулятор и этим, так сказать, экономите денежки в своем кошельке. Помню, было время хорошее. У нас на копейке новый аккумулятор сдох на второй год. Распаялся он. Было такое. В 1988-м я не понимаю, как, но мама купила новую батарею. И с какими-то пирогами я работал с ней 6 лет. Причем батарея была неразборная. Я понятия не имею, как такое случилось, но когда иномарки стали для меня приятной и ожидаемой радостью, я не помню, сколько аккумуляторов я купил. Причем правило такое. Не ушатывайте их в хлам. После этого сразу все. И сразу новый. И не у каждого есть зарядное устройство, электролит, ариометр, дистиллированная вода. Простите, вы не из 1975 года. Тогда все это было у каждого нормального автомобилиста. И если этого нету, то просьба принести свою батарею сюда. Здесь с ней повоюют и возможности протестируют. Но по сути правило простое. Вы без проблем и без лишнего геморроя откатываете два зимних сезона. А потом меняете батарею. Ездите дальше и дольше. Тем более понимая результат. Купили отличную совковую батарею и не паритесь. Потому как не заплатив много, вы не попадаете. А аккумы, кстати, берутся по одной и той же цене. Что был большой и дорогой, что маленький. И вот вы поняли, куда надо приехать. Другого варианта я не вижу. Мостовой проезд один. Если хотите в других местах, покупайте ваши проблемы, конечно. Вы можете деньги и переплачивать. Но лично я для себя вопрос правильно решил. Другого варианта-то и нет. Потому что здесь самые дешевые цены и самый классный результат. И моя машина начинает заводиться. И даже тогда, когда на улице минус 40. Продолжение следует.